Спасибо за лайки и репосты всем, кто это делает. Также благодарю тех, кто после каждого выпуска посылает свой посильный донат. Банковские реквизиты под стрелочкой вот этого вот самого видео под экраном. Постараюсь впредь благодарить за донат строчно в начале или конце видео. А теперь начнем. И сегодня я обращусь и к азербайджанцам, и к армянам. Начну с азербайджанцев. Я немного обращу их внимание на кое-какую проблематику, а потом скажу о приятном для них. Так что азербайджанская часть досмотрите вашу половину, которая адресована будет вам. Уверен, кое-что под концовку адресованное вам должно понравиться. Судя по комментариям, которые я редко читаю, и судя по тому, о чем вы часто пишете в отношении меня, Лапшина, там, других журналистов. Так что будет приятно. Я обещаю. Итак, начнем с азербайджанцам. Потом перейду к обращению уже к армянам. Начинаем. В прошлом выпуске я привел пример, что если, как говорят азербайджанцы, Сефивитская и Аггуюнская империя это их, то получается, что они туркмены. И еще получается, что не только Карабах, но и весь современный Азербайджан вместе с Баку не имеет к ним никакого отношения, так как тюрки, они же туркмены, пришли в Закавказье. И на то время, когда они облюбовали эти территории, армяне уже тысячелетиями жили на них. И сослался я на этот раз на Рухнаму. Тут же полились комментарии из Азербайджана, мол, нашел на что ссылаться. Так, уважаемые господа, на Рухнаму я сослался в том числе. Можете сослаться на любые научные и академические издания. У меня 380 выпусков, а в этом году будет 8 лет антитопору. За эти годы я ссылался на сотни изданий и показывал их. Что же вы именно на Рухнаму-то наехали? Гляньте другие мои выпуски и проверьте на подлинность ссылок. Не вижу никаких проблем. Но спасибо и за комментарии, которые меня здорово рассмешили. Ради таких смешных комментариев я не пожалел, что убил время на прочтение опусов моих хейтеров. Надеюсь, и вы сейчас посмеетесь. Итак, из Азербайджана написали, что, дескать, нашел на кого ссылаться. На диктатора. Это они туркменбаши имеют в виду. Вы представляете? В Азербайджане не стыдятся потреблять термин диктатор. Это кто бы говорил. Население, у которых диктатор, так диктатор. Фору даст любому диктатору. Во-первых, сам Ильхам Алиев уже у власти с 2003 года. А учитывая преемственность от отца к сыну, то в совокупности отец и сын у власти в Азербайджане, внимание, 28 лет. Плюс там жена президента, вице-президент. Сын готовится, царевич. И вы говорите, что в Туркменистане диктатор? Ущей бы баран бекал. Аля, бияабур дыр, бияабур. Хэчутанмар сэс. Теперь по поводу Второй Карабахской войны. Отчего вы так вдруг окрылились? Я напомню, что вы почти 30 лет уныло выли на весь белый свет, что Карабах оккупирован армянами. Теперь окрылились и превозносите свою армию после якобы победы. Если у кого-то память отшибло, то я напомню кое-что прежде, чем обрадовать вас, как и обещал. Вторая война показала, что, как и первая, с вами воевали только армяне. И только армяне без помощи других стран. Вторая война также показала, что без помощи других стран ваша армия как не справлялась, так и не справляется. Она хороша только тем, что толпой нападает на одного-двух, а еще лучше на стариков. Также ваша армия успешно может воевать с могилами и памятниками. А кто же воевал тогда во Второй Карабахской войне? Напоминаю, в качестве живой силы вкупе с армией были сирийские пакистанские бордачи-наемники. Это писали все мировые СМИ, и это вы знаете. Турецкий десант в качестве мозговой силы турецкий штаб. Но изначально турки не планировались. Ваш диктатор намеривался за 2-3 дня взять Карабах. Для этого в Баку были привезены военные репортеры из-за рубежа. Помните, многие из них жаловались, что держат журналистов в Баку и не отправляют в прифронтовую зону. А все потому, что планы у Алиева рухнули. Он понял, что за 2-3 дня Карабах ему не взять, и журналистам пришлось сидеть почти 2 месяца. А план был таков. Азербайджанская армия продвигается, за ними идут журналисты и все это снимают. Но не тут-то было. Армяне здорово давали отпор, буквально голыми руками, если учесть, какое оружие было у вас. Вы потеряли по разным оценкам от 10 до 15 тысяч живой силы, свыше двух десятков байрактаров, который привел вас к условной победе и десятке единиц техники. И это ваша хваленная армия перед Карабахской за 44 дня? Вот и пришлось турецким генералам и десанту подключиться. Теперь, что вы взяли. На севере толком так и не продвинулись за 44 дня. Только на юге. А Лачинский район вместе с Кельбаджарским вам уже Россия подарила. Тоже не забывайте. Один только Кельбаджарский район, это огромный кусок. Вот, собственно, и все. К тому же треть Карабаха под Россией теперь. Так чего и кого вы там победили? И чего вдруг окрылились? Вот армяне в первой войне, они мало того, что Карабах взяли, так еще и приграничные все вот эти вот районы взяли. Сами, перед вашей мощной армией. И то так не крылились. Крыли не вырастали у армян. Не ставили эти чучелы или как там вы их называете, куклы в азербайджанской форме, как вы сейчас в Баку это делаете. То есть ничего подобного не было. Вот и ваш уровень. То есть за вашу историю-то войн никогда не было. Вы не знали, что такое страна. Вы не знали, что такое армия. У вас даже нет слова армия. Вы говорите орду, монгольское слово. Вот поэтому вы и окрылились. С помощью России, Турции, Пакистана и так далее, и так далее. Даже в информационной войне были не вы, горские евреи. Mountain Dew. Вам обеспечивало это поле в Москве. Теперь посмотрим, как и сколько вы удержите этот Карабах. А слабаками вы были и остались. И хороший пример, что один на один вы с армянской армией не пойдете. Это недавняя Шушинская декларация. Интересно, кто у вас враги, кроме армян? Что турок хотите официально привлечь в случае нападения на вас? Естественно, только армяне. Так если вы такие сильные, то зачем вам турецкий военный тандем? Ради кого? Против кого? Задумайтесь. Теперь о приятном, что и обещал. Приятном для вас, конечно, не для меня. Вы наверняка слышали и от Корнаухова, и от Пегова, и от Коца, и от Лапшина, и от Джумы, и от многих журналистов, что у вас какие-то странные немужские фантазии на заднице этих журналистов. Да я и по комментариям к себе тоже сужу. Теперь все поняли, почему. Ведь в видеозаписях ВКонтакте гуляет два сюжета. Как ваши солдаты сношают друг друга. Говорят на азербайджанском, в азербайджанской форме. Я этого показывать, конечно, не буду. У меня интеллигентная публика. Но если вам любопытно и вы хотите удостовериться, то зайдите ВКонтакте, видео и гляньте. А будете хамить и оскорблять, то эти записи зальются в Ютьюб. Они умеются у всех, кому вы хамили. На крайний случай. И то, что их нет сейчас в Ютьюбе, пока благодаря мне. Вот, впрочем, это то, о чем я и хотел сказать, что вам будет приятно. А теперь перейду к своим баранам. Так как среди своих тоже немало баранов. И нужно хотя бы попытаться их очеловечить. Азербайджанцы, кстати, могут быть свободны. Приглашаю теперь к прослушиванию армян. Глядишь, эти бараны, к кому я обращусь, тоже услышат. А если нет, то прошу армян передать им. В последнее время объявилось достаточно армянских активистов, блогеров и просто обычных людей, которые вновь, превознося Пашиняна, пытаются разделить наш неделимый народ на карабахских армян и всех остальных. При этом раздают интервью врагам. Я сначала думал, ну дурак он и в Африке дурак. Что тут поделать? Но когда прочитал комментарии под их блогами, я диву дался. Один искусственно раздувает ненависть карабахским армянам, которые якобы чуть ли не изнасиловали всю Армению. А во время войны сыро с лавашом пожалели солдатам. Другие поддерживают эти бредни и готовы теперь с турками лобызаться во имя Пашиняна и отдать карабахцев на съедение тем же туркам. Хочу обратиться к таким недоармянам. Вы ублюдки. Вы ублюдки и на вранье, потому что я поймал вас на вранье и готов доказать это непосредственно с участниками события. Так же вы ублюдки, потому что вы по одному-двум людям судите о других людях. Я хочу напомнить, как напомнил азербайджанцам, у которых память отшибла. Армения без карабаха – это как человек без почки. А учитывая, что одной почки Армения уже лишилась, западной Армению имею в виду, то Карабах – это последняя почка, лишившись которой Армении уже не выжить. Вы со своими французами, Роберами, Сержами и Николя настолько лишены способности думать, что ваш гнилой разум выливается в широкую общественность, причем делая это по-русски. Я так понимаю, вы врагу прислуживаете? Я уже 8 лет борюсь, чтобы в Армении переводили полезные исторические книги на русский язык. Вдалбливую. Хватит межармянский междусобойчик устраивать. Нужно, чтобы наша культура, наша богатая история популяризировалась и в русскоязычных странах. Но достучаться не могу. А вот дерьмом облить свой народ – это гораздо на русском языке, не на армянском. Причем парадоксально, что антикарабахским вопросом занимаются адепты Пашиняна. Это как понимать? Начиная с Романова, который с начала революции был чуть ли не самым приближенным человеком у Пашиняна. Или вы в погоне за хайпом пытаетесь карабахских армян окунуть лицом в дерьмо. Иначе назвать не могу, потому как каждый раз, когда слушаю таких блогеров, они, прерывая себя, через каждые пять минут просят, чтобы их видео распространили дальше, ставили лайки. Для чего? Чтобы знали, какие куркули карабахские армяне или вам просмотры нужны. Они вам нужны даже больше, чем эти карабахские армяне. Вы готовы даже их привести в жертву, этих карабахских армян, ради своих репостов и лайков. Вы упыри! Я вообще удивляюсь, что вас смотрят. Знаете, антитопору в ноябре будет 8 лет. Я узнал, что я блогер только тогда, когда антитопору стукнуло 5 лет. Я даже не знал, что я называюсь блогером. Мне об этом сказал 17-летний пацан на пятый год. А то, что канал можно монетизировать, я узнал на шестой год от другого блогера. Вот он, наверное, сейчас смотрит и может подтвердить. А когда мне сказали, почему бы тебе не прикрепить банковские реквизиты для донатов, мол, ты же это делаешь для всех нас, ездишь, снимаешь, для этого деньги нужны. Я ответил, да ну как-то стыдно. Будут говорить, что я наживаюсь, лучше календари буду издавать. Это теперь я понимаю, что все это нужно, что не нужно стыдиться донатов. То есть все это пришло только после пятилетнего моего антитопоровского стажа. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я искренне все это делаю. Не гоняюсь за хайпом. Просто ставлю камеру вот так вот перед собой и говорю правду. Она может нравиться, это правда, может не нравиться. Можно соглашаться с ней, можно не соглашаться. Но врать-то не нужно, твари. Люди вас смотрят, грохают свое время ради вашей лжи и набивания контента. Мне грустно, что вы родились таким же естественным путем, как и я. Потому что это единственное, что у вас общее со мной. Что касается карабахских армян. То загляните в словари и справочники. Кто они и почему царская Россия имела в своем генеральском ряду несколько десятков карабахских армян. В генеральском. Я не про офицеров. И вообще, когда вы перестанете делить народ. Мы атом. Знаете, как переводится атом? А не томос делимый. То есть неделимый. Но был бы я не человек, а атомной электростанцией, которому по силам разделить атом, то первое, чего бы я сделал, это вас, армяшек, отделить от армян. И тогда Родина была бы спокойна. И земли были бы при нас. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова